Всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий. И вот, знаете, совсем недавно мы обсуждали финал Лиги Чемпионов прошлого сезона. И вот спустя несколько недель мы уже начинаем разговор о новом турнире, о новом розыгрыше той самой Лиги Чемпионов. Стартует отборочный этап, квалификация, и здесь, на самом деле, очень много интересных противостояний. Сегодня, например, я специально выделил время, чтобы посмотреть на матч между казахстанским клубом Астана и грузинским Динамо Тбилиси. Ну, потому что, согласитесь, вывеска прям супер. Две бывшие советские республики, братские народы, так скажем, друг с другом сыграют футбол, да еще и имена какие звонкие. Тбилисская Динамо легендарная, Астана, которая является одним из флагманов казахстанского футбола. Ну, что может быть круче? Ну, и футбол получился очень любопытный. Все-таки нужно учитывать, что и в Казахстане, и в Грузии сейчас самый такой, знаете, пик сезона, чемпионат в разгаре. И в отличие даже от топовых европейских клубов, которые сейчас выходят из отпуска и проводят там товарищеские встречи, казахстанцы с грузинами выглядели, ну, каким-то прям уже готовыми, собранными и вполне себе играющими командами. И это, конечно, очень здорово, очень приятно было посмотреть на качественный футбол. Ну, и давайте разберем эту встречу. Здесь по итогу ничья 1-1. Ничья, наверное, в пользу Тбилисского Динамо, потому что в данной встрече Астана смотрелась фаворитом на своем поле. А это, сами понимаете, и перелет какой-никакой для грузинской команды. Плюс к этому нужно учитывать, что Тбилиси сейчас находится не в самом лучшем состоянии. Чемпионы Грузии действующие находятся всего лишь на четвертой позиции в своем чемпионате. Астана-то вторая в Казахстане. А вот Тбилиска-Динамо на четвертой позиции. Поэтому тут многие ждали, что Астана должна побеждать. Ну, и, кстати, как бы это сказать, начало-то матча был за ними, и они очень быстро вышли вперед. Но дальше, как видим, это с ними сыграло злую шутку, поэтому давайте разберем эту встречу. Но сперва, хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легальна, и она нас поддерживает, и она делает просмотр футбола еще интереснее. Пари – это удобное приложение и современный сайт, где вы найдете события по всем видам спорта. А главное, они предлагают вам фрибет. Фрибет, бесплатную ставочку – это такой вот приз для новых клиентов. Если вы пройдете по ссылке в закрепленной комментарии, зарегистрируетесь на сайте Пари, то вы получите бонус – 1000 фрибета. Так что дерзайте. Это отличный шанс, так скажем, поиграть, ничем не рискуя. Ну, а мы переходим к составам, к обоимам. И хотелось бы отметить, что по именам, по подбору исполнителей Астана смотрится, конечно, круто. Тут и Вороговский, вернувшийся из Бельгии, замечательный футболист. Да, конечно, сейчас фанаты Тбилисского Динамо могут сказать, что у нас тоже из Бельгии вернулся Джамал Табидзе. Но Вороговский – это все-таки игрок, про которого очень много всегда говорили, который мне всегда очень нравился. Еще когда он молодым, там, начинал выступление в сборной Казахстана и так далее. У меня, по-моему, была симпатия к этому футболисту еще несколько лет назад. Очень качественный крайний защитник. Для схемы с тремя центральными и двумя фланговыми – это, по-моему, идеальный вариант. Вот он вернулся в Казахстан и появился здесь в стартовом составе. И что я могу сказать? Его возвращение в Лигу Чемпионов получилось феерическим, потому что с первых же минут он начал нагружать, простреливать. И это выглядело прям круто. Так что Бабаян, главный тренер Астаны, получил отличного футболиста для своей системы. При этом нас-то есть Аймбетов, который забил гол. Есть тут и Томасов, замечательный Хорват, который даже в сборную, по-моему, вызывался и так далее. В общем, футболисты очень приличные. И защитники вроде того же самого Бейси Бекова есть. В общем, подбор исполнителей очень любопытный. Что касается Тбилисского Динамо, ну тут, как мне кажется, не хватало немножко уже каких-то вот готовых звезд за то, сколько здесь молодых талантов. И как здорово себя показал вот этот 18-летний паренек Сигуа. Или Сигуа. Я не до конца еще изучил, как правильно произносить фамилию, если что, извините. Но впервые увидел этого 18-летнего парня в деле. Ну это что-то с чем-то. И не только потому, что он забил мяч. Ну и в принципе, великолепный атакующий хавбектеры, нападающий, который способен оказаться на любой позиции футбольного поля. В общем, знаете, настоящий кладезь талантов оказался вновь в Тбилисском Динамо. Люб дорого смотреть на всех этих перспективных ребят. Но в начале встречи инициатива была у Астаны. Как я уже сказал, их, в общем-то, и воспринимали как фаворитов этого матча. Они пошли вперед. Вороговский начал нагружать по полной программе с левого фланга прострелы, навесы, кроссы. Ян Вороговский в этом плане чертовски хороший. Один из этих навесов кроссов закончился забитым мячом Аймбетова. Тут вообще никаких вопросов. Очень круто отыграла Астана в старте встречи. Но вот дальше, дальше начались проблемы. И мне кажется, что главный тренер команды Бабаян допустил ошибку. Все-таки нужно было дальше продолжать в том же духе. Астана немножко притихла, забив мяч. Немножко приспустила поводья. Немножко отдала мяч сопернику, позволив уже тбилисскому «Динамо» почувствовать силу на чужом газоне. И это была ошибка. Нужно было, как мне кажется, продолжать давить. С другой стороны, следует отметить, что в этой встрече очень много решили, ну, скажем так, нюансы. Вот, например, Астана забила второй гол. На добивании сыграл здесь Авенисян. А ведь был момент потом уже, после этого незащитного мяча, когда Тбилиси тоже забил с добивания. Сигуа тот самый. Только вот футболисты казахстанской команды были во вне игры, а вот тут не были грузины. Поэтому в каких-то моментах, ну, вот, знаете, сантиметры решили исход этой встречи. Плюс к этому голкиперы. Они, на мой взгляд, оба показали себя очень неплохо. И у тех и у других было много упущенных моментов. И, конечно же, их сейвы тоже многое определяли. В целом, я бы сказал, что Астана, наверное, создала побольше опасных ситуаций, опасных моментов. Но, как бы странно ни звучало, подвела реализация. Казалось бы, много опытных игроков. То есть, пока грузины делают ставку на 18-летних пацанов, тут матерейшие такие, знаете, легенды почти, что местного футбола, как Томасов и остальные. Вот они, так скажем, не могли реализовывать моменты. У Томасов, например, в концовке был шикарный шанс, чтобы забить. Немножко не попал, не докрутил. То есть, тут Астана действительно пыталась играть первым номером. После того, как они пропустили меняч, они встрепенулись, пошли вперед, потому что на своем поле-то точно нужно выигрывать. Но не хватило. Не додавили, не добились своего. 1-1, это, конечно, для них не самый лучший результат. А вот для Тбилисского Динамо, ничья на выезде, это, конечно, круто. Ну и в целом, хотелось бы отметить, что очень интересные команды, очень такие самобытные. Интересно было посмотреть на Бабаяна. В свое время он был, ну, формально чуть ли не главным тренером ЦСКА. Там была сложная структура, много людей было в тренерском штабе. Ну и, в общем-то, Бабаян там выполнял много разных функций. И хотелось бы отметить, что, в принципе, Астана действительно вот чем-то похожа на тот ЦСКА, в котором Бабаян работал. Сейчас он вернулся из России в Астану, смотрится его команда неплохо, боевита. И мне кажется, что в ответке, конечно, у них шансы будут, будут возможности. Но Тбилиси очень многого добился на выезде. 1-1, это очень хороший результат для грузинской команды. И в ответке, ну, скорее всего, Астане снова придется идти вперед, чтобы решать вопрос с неудачным первым матчем. И тут уже грузины на контр-выпадах усилиями своих, а, ребят, усилиями легионеров вроде Комара могут натворить делов. Могут в контратаках забить. В общем, неудачный матч для Астаны с точки зрения результата. Но по футболу казахстанская команда тоже понравилась. Редактор субтитров А.Семкин